Так, ну что, всем привет. Всем, кто в Zoom, тоже привет. Меня зовут Завьялов Александр, я работаю в Яндексе. Я руководитель команды разработки конструктора лендингов. Есть такие продукты. Ну, вы наверняка знаете внешние, которые есть. В Яндексе тоже такое есть, и он лучше. Классно говорить, когда не проверят. Так, у нас сегодня лекция про мультимедиа в вебе. Она будет состоять из трех частей. В первой части мы поговорим про графические эффекты, которые есть в вебе. Посмотрим, что есть из коробки нам доступно, какие анимации можно делать. Вторая часть у нас будет про звук в вебе, как его проиграть, как можно синтезировать звук. И третья часть у нас будет, Леша расскажет про видео в вебе, как его вообще можно воспроизвести, какие есть проблемы с этим. Так, ну что, давайте к первой части. Графические эффекты. Вообще, графика — это вторая по важности составляющая в вебе после текста. Графика, она как бы не только для того, чтобы как-то украсить сайты. Графика, ну, например, инфографика. Наверняка слышали, это такой способ простыми графическими формами показать какую-то сложную информацию. И о чем мы здесь будем говорить? Собственно, что вам доступно из коробки, чтобы сделать какие-то вау-эффекты. Затем, если вам нужна анимация, что надо использовать? Вообще, вот мы сегодня как бы техники посмотрим, но, конечно, мы за час, ну, вы не станете какими-то мастерами этих техник, но что хочется, чтобы вы как бы вынесли отсюда? Когда вы видите какой-то графический эффект или какую-то анимацию, чтобы вы понимали вообще, в какую сторону надо копать, с помощью чего это надо делать. И в конце будет небольшой тест на это, поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно. Окей, давайте начнем с CSS. CSS3 вообще дает нам достаточно много всего, что можно делать из коробки. Многое из этого люди делают сами, свои велосипеды, либо просят дизайнеров подготавливать специально картинки. Но на самом деле делать это не нужно. Куча всего, что можно использовать. Давайте чуть подробнее посмотрим некоторые возможности. Всякие баблы, пичарты, паттерны, все это можно делать с помощью CSS и таких недооцененных свойств, как градиент. Градиент, бокс шеду и так далее. Вот здесь есть ссылочка CSS Secrets, примеры. Очень прекрасная книга, где можно вообще подчеркнуть какие-то трюки, которые разработчику доступны в CSS. Следующее, что есть в CSS, это фильтры. Из коробки доступно больше 10 фильтров. Очень просто их использовать, и можно сделать такой небольшой инстаграм-браузер. CSS-фильтры работают везде, кроме интернет-эксплойера. Вообще, частенько сегодня будет у нас везде, кроме интернет-эксплойера. Да и ладно на самом деле, потому что не так уж и много осталось интернет-эксплойера. Можно деградировать или можно вообще ничего не делать, и особо-то в верстке не поедет. Дальше, что у нас есть? У нас есть обрезка. Обрезка дает вам возможность показать какую-то часть нады, то есть мы как бы привыкли, что у нас все это прямоугольники, и мы прямоугольниками как бы и мыслим. Обрезка позволяет показать только часть этого прямоугольника. Есть свойство ClipPass, туда можно прописать какую-то функцию, например, там Circle, можно прописать Ellipse, можно прописать полигон и указать точки, которые будут соединены. Есть такой сайтик, на котором вы можете выбрать одну из доступных фигур, либо сделать свою. Например, что можно с помощью такой штуки делать? Наверняка вы видели эффекты до-после, когда есть возможность так, ну как бы подвигать ползунок и посмотреть, что было до, что было после. Вот на самом деле можно сделать такой полигон, на подложке у вас будет что после, а здесь у вас будет что до, и вы будете изменять, ну скажем так, вот этот полигон сверху, там повесив нужные события на touch. Дальше вы копируете внизу, что у вас получилось, и используете. Такое часто нужно, например, на сайтах конференций, ну или вообще, где надо показать спикеров, обычно это там не прямоугольные спикеры, а какие-нибудь круглые или, не дай боже, там треугольные. Клиппасс работает везде, кроме интернет-эксплойера. Тут как бы не все зеленое, да, но на самом деле, вот там, где не зеленое, единственное, что там нельзя делать, это в клиппассе можно указывать не только вот полигоны, CSS функции, можно указывать ссылку на URL, а в URL надо указывать SVG. Можно использовать как клиппасс SVG. И вот там, где зеленое, на самом деле, нельзя использовать внешнюю SVG-шку. Возможно, скорее всего, вы это вообще никогда не будете делать. Поэтому давайте считать, что все окей. Следующий способ показать не всю наду, а только ее часть — это маски. Маски очень похожи на клиппинг, на клиппасс, только с той разницей, что клиппасс — это всегда путь, а маска — это картинка. По-настоящему работают маски только в Firefox, где вы можете прокинуть действительно картинку туда. В остальных браузерах доступно свойство WebKit Mask Image, куда вы можете прокинуть градиент с прозрачностью. Собственно, там, где будет черный цвет, эту часть мы покажем, там, где будет белый цвет, эту часть мы не покажем. Кто-нибудь верстал из фотошопа макеты? В мое сердце с вами. В общем, вот кто верстал, наверное, помнит эту боль, когда дизайнеры используют режимы наложения, например, мультиплай, и ты не можешь вырезать картинку, которая тебе нужна. Дожили мы до того, что в браузере есть режимы наложения. Их из коробки чуть больше 10 штук. Их можно использовать для фона, можно использовать просто для нот. Для фона с помощью свойства Background Blend Mode. Ну, давайте вот рассмотрим... Естественно, работает везде, кроме E. И давайте рассмотрим такой режим, как мультиплай. Ну, пожалуй, самый такой популярный. Когда мы навешиваем режим мультиплай, мы начинаем анализировать все, что лежит, все слои, которые лежат внизу. Белые участки мы отбрасываем, серые, они становятся у нас полупрозрачными, а черные, они всегда остаются. Ну, то есть режим, в котором черные выигрывают. Здесь у нас разложено по каналам изображение. И если мы их смультиплаем, накладываем друг на друга, у нас получается оригинальное изображение. Все это работает не только для фона, но и просто для дом нот с помощью Mixed Blend Mode. На самом деле там все то же самое, только нету четырех режимов наложения в Safari. Ну, давайте на этом все. Есть еще, конечно, несколько вещей, которые, наверное, заслуживают внимания. Это как показ текста, чтобы он, знаете, вот как картинки некоторые так обрамлял, такие вещи. Такие штуки можете поискать. Я не стал такие примеры делать. Но в целом достойно внимания. Извините, технические неполадки. Давайте перейдем к анимациям. Что-то поинтереснее. Так, анимации. А меня слышно? Нормально проверить это можно? Нормально. У меня что-то слуха начала спадать. Вообще анимации используются не просто так. То есть их для чего-то используют. Обычно решаются такие проблемы. Прямо по приоритетам. Чтобы привлечь внимание. Все вы помните, наверное, когда заходишь, эти колокольчики дребезжащие, живосайты, пообщаетесь. Вот это все. То есть внимание свое привлекает. Второе — это чтобы объяснить, где сейчас пользователь находится. Например, пятиступенчатая форма. Классно в режиме анимации показать перемещение человека с первого на второй этап. Чтобы он понимал, что вообще происходит. Третье — это добавление реалистичности. И, как правило, это используется на тачах, чтобы сделать какую-то анимацию. Ну там, на действия человека. Например, какая-нибудь карусель на тач. А четвертое — это просто вау-эффект. Если вам хочется поразить пользователей и так далее, то можете использовать какие-нибудь анимации крутые. Раньше на макосях, когда какой-нибудь виджет на рабочий стол перетаскиваешь, там такие волны шли. У Стива Джобса спросили, ну зачем? Он говорит, ну просто мы можем это делать. Интерфейсная анимация — прекрасный доклад. Вот дизайнера, посмотрите, если интересно. Хочется анимации. Что использовать? Больше 30 лет есть GIF у нас. Старая технология. Все плохо с алгоритмами сжатия. Видео сейчас будет точно меньше весить. Но зато работает везде, как лом можно использовать. Не дает вообще никакого контроля. То есть он проигрался и все. Обычно спонсор этой рубрики — Google, но за неделю до лекции я не нашел у них анимированного логотипа, но они часто это используют. Вот, например, реальный логотип, наверное, прошлогодний. К дню знаний. 211 килобайт — GIF. Если такую же штуку сделать на каких-нибудь современных технологиях, то мы можем сэкономить 83%. Ну то есть это дело 10 минут, но вот даже крупные компании пренебрегают иногда такой оптимизацией. Дальше. У нас есть CSS. В CSS есть два подхода к созданию анимации. CSS-транзишны, переходы, CSS-кейфреймы, ключевые кадры. В CSS-транзишнах у нас есть один набор свойств и второй. Мы указываем в свойстве transition, какие свойства CSS нам надо плавно из одного набора в другое, чтобы перетекали. И у нас должен быть какой-то инициатор, который скажет, ну типа давай. Обычно это псевдоклассы типа ховера, но вы можете через JS накидывать класс. И, собственно, по этому классу что-то будет делаться. Второй тип — это CSS-кейфреймы, ключевые кадры, где у нас есть первый набор, второй, третий и сколько угодно. Здесь, собственно, мы с помощью ключевого слова keyframe создаем анимацию и ее прописываем в CSS-свойствах. Что здесь нам доступно? Мы можем останавливать анимацию, мы можем ее снова продолжать, мы можем ее разворачивать спять. Тут два примера, которые делают одно и то же. Только один на транзишнах, второй на keyframe. Просто поверьте. Что можно анимировать с помощью CSS? Очень много свойств. Да не все. По ссылке можно посмотреть, что есть. Кстати, такие вещи, как clip-pass, тоже можно анимировать. И полигоны можно морфировать один в другой, сделав очень крутые эффекты. Что в CSS хорошо? Они простые. Пару строчек кода, и вы на ховер сделали какой-то взрыв вертолета у себя на сайте. Они оптимизированы, они синхронизируются с частотой обновления экрана. Но у них очень мало контроля. То есть только в CSS и фреймах мы можем остановить анимацию, снова ее запустить, ну и перевернуть. Что я имею в виду, когда говорю, что анимации оптимизированы? Тут не хочется углубляться в эту кроличью нору. В целом, когда браузер отрисовывает страницы, есть несколько типов работ, которые он делает. Есть такой тип работ, как paint. Он использует CPU. Он выполняется в основном потоке, где вот весь JS, который вы написали, там же выполняется. И это дорого. А есть композитинг, операция, которая выполняется в отдельном потоке, не там, где весь JS-код. И она использует видеокарту. И это дешевая операция. Так вот, что запомнить надо. Если мы с помощью CSS анимируем безопасные свойства, это transform, это opacity, это фильтр, то мы вот используем GPU и отдельный поток. Если мы анимируем какой-нибудь топ, мы используем CPU, и это медленно все. И еще и в том же потоке, где у вас весь JS. Используйте анимацию вот этих свойств. Следующий подход — это JS. Тут, собственно, ну все понятно, все в лоб. Никто не мешает нам какой-нибудь интервал начать и там раз в какое-то время менять какой-нибудь left. И вот у нас будет с течением времени двигаться на да. Примерно такой код у нас получается. Нам надо точно определить, сколько мы хотим кадров в секунду. В данном случае 60. Ну а дальше погнали. Ничего сложного. Но никто таймауты не юзает. Надо использовать requestAnimationFrame. Собственно, в чем проблема? Что таймауты, они не факт, что вызовутся, когда браузер будет менять кадр. А нам надо, чтобы именно в это время. Поэтому в глобальном объекте Windows есть requestAnimationFrame, который вызывается браузером, когда меняется кадр. У нас не очень сильно поменялась наша реализация джаваскриптовая. Мы там юзали, callback прокидывали на таймер, а здесь мы, собственно, в requestAnimationFrame как аргумент прокидываем нашу функцию анимации. Что еще мы тут получаем? Собственно, покажу пример, почему requestAnimationFrame — это хорошо. Допустим, у нас стандартный экран 60 Гц, то есть 60 раз в секунду у нас меняется кадр. Мы поставили 60 FPS, и каждые 16 миллисекунд мы меняем какие-то свойства унады. И все равно у нас будут случаи, когда мы из-за этой погрешности не попадаем в обновление экрана. Это будет выглядеть как некий лаг анимации. Если, допустим, разряжается устройство, частота может упасть до 50, и мы видим еще больше лагов. Собственно, для глаза это и есть как вот такая дерганность у анимации. Ну и второе. requestAnimationFrame экономит ресурсы. В неактивных вкладках он не запускается. Кто знает, что с таймаутами становится в неактивных вкладках? Кто сказал? Да, они замедляются. А до скольки, кстати, не помню уже. Окей. Используйте requestAnimationFrame. Писать самостоятельно JSON, ну, JavaScript анимации не обязательно. Можно использовать какую-нибудь библиотеку, которых достаточно много. Я рекомендую GreenSock. GreenSock очень крутая, очень оптимизированная и очень много чего дает. Мы раньше прям в хвост и в гриву. Что он дает? Он вам дает плеер, у которого есть возможность все, что есть в CSS анимациях. Можно в разные, ну, как это сказать, в разные интервалы прокидываться. Можно callback навешивать на разные интервалы. Можно чанки создавать. Например, если вам надо на скролл анимацию. Ну, тут вообще вариантов не будет. Скорее всего, вам надо JavaScript. И вот GreenSock — это ваш выбор. Примерно такой у него синтаксис. Есть надо, которую надо анимировать. Есть за сколько времени. Это надо анимировать и до каких свойств. Дальше у нас появляется плеер, которым мы уже можем управлять. Что хорошо в JS анимациях? Собственно, у них полный контроль. Что вам надо, то вы и делаете. Если вы юзаете RequestAnimationFrame, вы точно так же синхронизируетесь с частотой обновления экрана. Что плохо? Они работают в основном потоки вот в этом, где, собственно, весь ваш JS код крутится. Давайте посмотрим про производительность. Собственно, вот эти вот потоки. Основной, где CPU, JS, JS анимации. И второй — это поток композитора, где GPU, и там как бы никак не эффектит JS код его. Что мы здесь будем делать? Мы будем анимировать 3000 элементов и будем анимировать безопасное свойство transform. Сейчас включим RPS-счетчик, чтобы смотреть, сколько у нас, собственно, RPS. Окей. Ну что, мы видим, что довольно плавно. У вас не так плавно, потому что, собственно, есть небольшая задержка. Сколько у нас FPS? Угу. Ну что, 50 примерно. Иногда скачет даже больше. Это очень хороший показатель. Это безопасное свойство мы анимируем, и вся эта анимация выполняется в отдельном потоке, в потоке композитинга на видеокарте. Теперь мы попробуем с помощью JS то же самое анимировать. Видим первоначальный лаг, где вся математика высчитывается. И, собственно, сейчас мы получим быстрое слайд-шоу. Ну и где-то там 9-10 FPS. Вообще надо где-то 25 без лагов, чтобы глаз воспринимал анимацию хорошо, плавно. Собственно, сейчас мы очень сильно используем основной поток. Он занят вот этим пейнтом, дорогой операцией. И поэтому у нас все плохо. Мы не успеваем вот в эти отведенные 16 миллисекунд, чтобы подготовить кадр. Окей. Тут кажется более-менее понятно. А если мы с помощью CSS будем анимировать небезопасные свойства left? Не так плохо, как в JS, но и не так хорошо, как в CSS. Потому что небезопасные свойства, мы все еще в основном потоке, используем CPU. и это дорогая операция. Поэтому еще раз анимируйте по возможности безопасные свойства. Окей. Что делать-то нам? Вот хочется нам полный контроль и при этом отдельный поток. Есть спецификация WebAnimations API. Собственно, она это и предлагает. Синтаксис очень похож на гринсоковский. У нас есть у DOM-нотель анимейт. Мы прокидываем туда набор свойств, как в кейфреймах, ну и какие-то опции для анимации, как duration, delay и так далее. Можем создать этот плеер с помощью конструктора. И у этого плеера есть уже свойства, методы, которые мы можем дергать, чтобы этой анимацией управлять. Не работает в E. Во всех остальных работает. Вообще каждый год я обновляю этот слайд. И мы пришли к светлому будущему, я считаю. Потому что начиналось все с того, что работало только, по-моему, в Firefox. Окей, но если вы хотите, чтобы работало и в E, есть Polyfill, пожалуйста, используйте. Так, ну что, говорил я, что есть потоки, есть разные анимации, что-то юзает основной поток, что-то юзает поток композитора. Давайте загадку теперь. Есть у нас четыре анимации. И мы написали код, за который получили деньги и запустили его. Он повесил браузер на пять секунд. Две анимации продолжают работать, две анимации остановились. Собственно, вот JS, который мы запустили, он работает в основном потоке. Какие анимации продолжали работать? GIF, GIF, нет? Да, GIF продолжал бы работать, но нет. А сейчас проверим. Точно, которые анимируют безопасные свойства. Все правильно. Это CSS-кейфреймы. Первая анимация. Вторая. Все так. Это WebAnimations API, который использует JS, чтобы дать инструкцию, а дальше уже в отдельном потоке эта анимация выполняется. Что у нас остановилось? Все так. Это JS-анимация. И вот на самом деле то, что ты говорил, это CSS-анимация, но небезопасного свойства. Потому что, когда мы делаем небезопасные свойства, мы все равно используем основной поток, чтобы подготовить… Нам нужна растризация, которую мы отправим вот в этот поток композитора, а он на видеокарте уже с этим растром что-то сделает. Окей. Здорово. Я все закрыл. Извиняюсь. Так, что у нас есть дальше? Дальше у нас есть SVG. Что это такое? Это язык разметки векторной графики и подмножество XML. С помощью SVG вы можете векторную графику описать, растровую графику описать. И что прикольно, из коробки есть интерактивность и есть анимации. Что еще прикольного? На дисплеях с повышенной плотностью пикселей SVG всегда четкий. Его не надо подготавливать специально. Наверняка вы знаете, что картинки надо подготавливать, иначе они будут мылиться. Если вы достаточно подкованы, вы можете SVG писать руками. SVG внутри себя может переиспользовать части свои. За счет этого очень хорошее… Ну, в общем, в объеме он довольно оптимизирован. Что еще прикольно? Каждый кусок SVG — это дом. То есть это реально дом нода, к которой вы можете обратиться через CSS или через JS. И он имеет хорошую поддержку браузерами. Вставить на страницу вы можете массой способов. Скорее всего, вы будете вставлять через image, background image или через inline. Ну, как это примерно выглядит? У нас есть тег SVG, есть viewbox, который говорит про область отрисовки. И есть, допустим, тег line, у которого атрибуты довольно понятны. Это точка начала, точка окончания, ширина и цвет. Так рисуется линия. С помощью ректа можно нарисовать прямоугольник, круг, эллипс, вдруг полигон. И что интересно, есть такой паз. Это описание таких контрольных точек, которые надо каким-то образом соединить. А как их соединить, можно вот под такой инструкцией понять. Так, возвращаясь к клиппингу. Помимо CSS-функций, как я говорил, там можно использовать SVG. Причем как внешнюю, так и инлайновую. Внешнюю, как вы помните, мало где работало. Но inline работала везде. То есть здесь можно использовать полигон в SVG и его, собственно, прокинуть в клиппинг. То же самое с масками. Так как умеет описывать растровую графику SVG, то можно указать ID-шник инлайнового SVG на странице. Технология анимации Smile. Собственно, это вот как раз та анимация из коробки. Как это работает? Вот есть у нас прямоугольник, и внутри вложенный тег animate. У него мы через атрибуты задаем, что у треугольника мы хотим санимировать, с какого по какое значение, когда начинать и за сколько по времени. И это работает. Технология работает везде, кроме ИЕ. Но даже в ИЕ вы можете заставить это работать. И, наверное, года четыре назад я бы сказал, не юзайте, потому что веб-кит хотели запрещать. Ну, не запрещать, а закрывать эту технологию, как deprecated. Но весь веб сбунтовался, много сайтов используют Smile, и в итоге ребята решили этого не делать. Поэтому можно использовать. И опять-таки не обязательно руками все это писать. Можно использовать какую-то одну из библиотек, которые еще и сделают так, что в ИЕ 8 будет работать. Хочу посоветовать Рафаэль библиотеку. Наверное, еще за счет ее автора. Поищите его доклады. Это просто отдельный вид удовольствия. По первой ссылке есть доклад, что еще позволяет SVG. Красочные примеры. Причем автор Юля, которая эти доклады готовит, она была, по-моему, два потока назад среди студентов, что было достаточно приятно. И что есть еще у SVG? Это морфинг фигур. Пока не было клип пасса, все сессии с возможностью анимации из одной фигуры в другую. Такие штуки можно было делать с помощью SVG. Это главная Яру. Как ее видит одна дизайн-студия в России. Может быть, помните, такой был проект. Там 10 дизайн-студий показывали, как они видят главную страницу Яру. И, собственно, на ховеры, ой, на скролл. У нас вот эти вот input и button, они морфировали в разные формы. Но при этом продолжали работать. Такое раньше можно было сделать только с SVG. Сейчас можно с помощью клип пасса и анимации. Если у вас стоит такая задача, что вам надо анимировать много дом-элементов. Вообще работа с домом, она очень трудозатратная в браузере. Поэтому если вы какую-нибудь игру пишете, и вам надо много чего там двигается, то браузер будет тратить много сил, чтобы это все… Ну вот помимо пейнта и композитинга есть еще такие операции, как reflow, recalculate, которые будут пересчитывать габариты всего, что на странице. Вы поменяли маленький квадратик, но, возможно, он задел что-то остальное. Поэтому по каскаду будет проверено все. Это дорого. Если вы хотите написать игру, например, то вы можете использовать Canvas. Собственно, это html-тег Canvas, холст для рисования, который работает с пикселями, он не работает с домом. У Canvas есть контекст, его можно получить с помощью метода getContext, прокинув 2D. Canvas работает вообще везде, но если вы хотите вычислить вот этого счастливца с Е8, вы можете проверить наличие Canvas через определенный метод. Так, как вообще использовать контекст? У контекста есть методы, которые позволяют рисовать, ну, собственно, разные фигуры. Можно нарисовать линию, можно нарисовать дугу. Умея рисовать дугу, мы осилим круг. По ссылочке вообще много, где на слайдах есть ссылки. Если хочется подробнее узнать, то переходите, читайте. Трати молодость. Что еще можно в Canvas делать? Можно получить информацию о том, что лежит в Canvas с помощью метода getImageData. Мы получим объект из трех ключей, два из которых описывают габариты области, которые мы получили. И еще один ключ Data описывает, это массив чисел, где каждый четыре описывают один пиксель в RGBA. Мы можем взять эти пиксели, что-то с ними поделать и положить обратно в Canvas с помощью метода putImageData. Давайте попробуем освоить тот же grayscale, только на Canvas. У нас есть в доме Image, мы его получаем. У нас есть Canvas, мы его тоже получаем. Дальше мы отрисовываем с помощью метода drawImage в Canvas дом ноду картинки и начинаем от верхнего левого угла 0,0. Получаем, собственно, эту область в Canvas по габаритам картинки. Дальше пробегаемся по всем пикселям с помощью вот этой формулы. Мы каждый пиксель приводим к его grayscale-варианту и кладем все обратно в Canvas. Вот 22 строчки, мы получили тот же grayscale, который получали в CSS одной строчкой. Также можно с помощью метода toCanvasToDataURL получить в Base64 закодированную картинку, то, что лежит в Canvas, и куда-нибудь отправить, например. Вот это преимущество Canvas, что это не дом, это, собственно, и некий недостаток, потому что интерактивность довольно… ну, вам надо поддерживать самим. Вы нарисовали квадрат, Canvas ничего не знает про квадрат. И если вы хотите, чтобы этот квадрат мувился как-то, вам надо самим вычислять, чтобы пользователь тыкнул на квадрат, который мы когда-то нарисовали. Вы можете использовать библиотечки, которые будут это делать за вас. Например, есть инструмент для дизайнеров Adobe Animate, который позволяет делать анимации и выгружать их из коробки в Canvas. Мы такую штуку использовали на сайте Яндекс.Метрики. Ну, собственно, вот эта анимация. Она выполнялась в Canvas и экспортировалась из Adobe Animate. Дальше. WebGL. WebGL — это возможность, такое низкоуровневое API, чтобы послать инструкции на видеокарту. И с помощью WebGL вы можете получить аппаратно ускоренную графику. Как это выглядит? Мы из JavaScript с помощью WebGL отправляем некие инструкции на видеокарту. Видеокарта имеет, собственно, она заточена под то, чтобы делать параллельно много вычислений. Она их делает и отправляет результат обратно к нам в Canvas. То есть это все тот же Canvas, только у него другой контекст. Контекст WebGL. Есть две версии WebGL. Первая и вторая. Первая работает практически везде. Вторая помощней, но работает похуже. Поэтому многие все еще юзают первую. Здесь видео из разрушителей, как-то мифов или легенд, я забыл, если честно. Легенд, да. Здесь ребята показывают, в чем отличие между CPU и GPU. То есть вот как, допустим, Canvas рисовал бы какую-то картинку, он делал бы это последовательно и в один поток. Да, мы бы пришли к варианту, к конечному результату, но, собственно, это было бы не так быстро. Видеокарты имеют из коробки много ядер и возможность быстро параллельно делать определенного типа вычисления. Например, по матрице что-то двигать, что нам как раз и надо для анимации. И мы, если используем аппаратное ускорение, GPU, мы получаем прирост. Да. То есть еще раз. Когда мы рисуем в Canvas, это CPU, это один поток. Когда мы используем WebGL, это GPU и это параллельные вычисления. Опять-таки давайте не будем верить на слово. Посмотрим примеры. Мы будем анимировать, давайте, наверное, 20 тысяч элементов. Что такое? Нам точно так же нужны счетчики в PS. Что я оптимистично, да, 20 тысяч взял. А давайте, ладно. Так, это у нас что было? Это у нас SVG. Окей, SVG нам дает 0,6 FPS. Прекрасно. Если мы ту же анимацию выполним в Canvas. Так, ну что, чуть поплавнее. 6 FPS. Вы 10 раз? Окей, и давайте то же самое попробуем в WebGL. 30. Ну, на самом деле, да, видно, что плавно достаточно. На самом деле, я думаю, было бы 60, если бы не было подключено внешний монитор. Окей. Ну, то есть… Опять закрыл, да? Нет. Окей, ну, то есть это технология, которая действительно быстрая, и у нее есть понятные потребители. То есть если вам… Вы работаете с 3D, то вам нужен WebGL. Или если вы делаете игры, но, опять-таки, у вас 3D. Вы спросите, а зачем нам-то знать? У нас нет 3D, мы не делаем игры. Но, на самом деле, в жизни обычного верстальщика или фронт-энд-разработчика иногда такие задачи встречаются. Есть на сервисе погоды такая карта ветров. Собственно, она показывает направление, скорость ветра в каждой точке земли. Ребята первоначально делали это на Canvas 2D, и они посчитали, чтобы только нарисовать вот такое количество точек, требовалось от 5 до 10 миллисекунд. Это без учета движения, без учета шлейфа. Со всем этим у них не выходило 25 FPS. Они хотели хотя бы 25 для плавности. В итоге ребята освоили Canvas, WebGL за неделю и сделали 60 FPS. То есть и в обычной работе бывает, что есть необходимость в том, чтобы использовать такие вещи, как в WebGL. Тут, на самом деле, видео — это ссылка на доклад, где описывается, как это было подробнее. Можно потом посмотреть. Кстати, коллега из Екатеринбурга этим занимался. Когда вы используете Canvas, вы погружаетесь в мир шейдеров. Это таких C-подобных инструкций для видеокарты. Шейдеры будут вершинные, будут фрагментные. Первые отвечают за то, какие у вас вершины, и как их надо соединить в полигоны. Шейдеры фрагментные будут отвечать за то, какой цвет положить в каждую точку. Вот это у нас фрагментный шейдер, который, собственно, делает все тот же грейскейл. Немножко по неправильной формуле. Есть ссылочка на WebGL Fundamentals. Очень классный буст, если вас таким заинтересовало. Но помимо этого шейдера, вы еще напишите вот такую обвязку, чтобы вообще ваша WebGL программа заработала. То есть понятно, что за скорость приходится платить. Если все-таки у вас задача связана с 3D, то можно обратить внимание на библиотеки типа 3GS, которые дадут вам высокоуровневые API, чтобы работать там со сценами. Если у вас, не знаю, какой-нибудь товар вы хотите показать в 3D, можно использовать онлайн-редактор 3D-графики Blender. Ваш дизайнер может подготовить какой-то товар в этом редакторе. Вы можете это выгрузить на сайт WebGL и, собственно, дать возможность крутить ваш товар с разных ракурсов и не делать это с сотней картинок, как это делается обычно. Так, ну что итоги? Мы посмотрели, что есть из коробки. Мы посмотрели, какие эффекты есть из коробки. Посмотрели, какие типы анимаций есть, когда что стоит применять. У нас были GIF, CSS, кейфреймы транзишны, JS, SVG, ну и Canvas 2D и WebGL. Собственно, тот небольшой тестик еще один, о котором я говорил. Сейчас будут какие-то анимации, я буду показывать, и хочется, чтобы вы сказали, какую технику вы бы применили в каждом случае. Вот у нас есть такой preloader. Вот что бы вы использовали, чтобы его сделать? Да, все так. А какие свойства? Еще одно. Да, border width. На самом деле это важно, потому что если сделать preloader на JS, когда сложная операция выполняется, и почему-то это не вынесено куда-то в WebWorker, то человек будет смотреть на статичный preloader. Дальше есть такая демонстрация работы приложения. Что бы вы использовали здесь? Все так. Это HTML5 видео с возможностью деградации на GIF на планшетах. Если хочется. Я так понимаю, Леш, что на GIF надо деградировать, потому что если будет разряжаться, уже не деградировать. Все, забыли. Не надо деградировать. Только видео. Есть такая интерактивная карта плотности населения с возможностью взаимодействовать с ней. С VG? С юрваными краями, возможностью взаимодействия с каждым куском, как дом-нодой. Очень хорошо здесь подходит. Нужен такой эффект. Переход от одной картинки к другой. Да, все правильно. Это маски и CSS транзичны. Ну и все. Мы хотим быть королями интернета и сделать в своей галерее вот такой эффект появления. Все правильно. Клиппасс. И дальше нам надо его санимировать. Либо с помощью CSS, либо можно JS. Окей. Спасибо вам за внимание. Используйте, анимируйте. И если есть вопросы, то задавайте. Вторая часть лекции. Про звук в вебе. О чем мы здесь будем говорить? Мы поговорим про то, как воспроизвести аудио в интернете с помощью HTML5 аудио. Мы поговорим про мощное API для работы со звуком, для синтеза звука. Это веб-аудио API. И в касте бонус-трека мы еще рассмотрим два API под эгидой общего веб-спич API. Один нужен для синтеза речи, второй нужен для распознавания речи в текст. Окей. Про историю немножко. Сначала в интернете вообще была тишина. Первый, кто ее нарушил, это был Microsoft. Он позволял BG-саундам проигрывать на фоне MIDI-файлы. Потом Netscape с помощью Embed позволял делать то же самое. Также можно было проиграть аудио в интернете с помощью сторонних плагинов. Это Flash, это Silverlight. Потом появился трушный способ в HTML5 с помощью HTML5 Audio. И вершина всей этой эволюции это веб-аудио API. Это мощный инструмент, который позволяет не только воспроизвести аудио, но также его синтезировать, визуализировать и модифицировать даже. Окей, начнем мы с HTML5 Audio. Собственно, с помощью него можно сделать простой плеер и проиграть в один поток фоновый звук. Где можно использовать? Ну, например, в капчах. Вы могли видеть, там, воспроизвести капчу. Работает, давайте считать, что везде. Если вот надо вычислить того человечка с Е8, то можно проверить наличие метода canplay type. Как это добавляется на сайт? Собственно, это HTML Tag Audio, у которого есть атрибут SRC, и мы указываем путь до аудиофайла. Есть атрибут autoplay, который позволяет тут же при загрузке страницы начать воспроизведение этого аудио. С помощью атрибута loop можно зациклить, собственно, это звучание. Вообще не очень круто сразу воспроизводить какое-то аудио, когда человек заходит на сайт, ну, потому что мы за него решаем предпочтения музыкальные, поэтому хорошо с помощью атрибута controls давать некоторые элементы управления темплеером, то есть возможность остановить и возможность запустить снова аудио. Что касается предзагрузки, можно полностью выключить предзагрузку и только в момент клика начинать загружать аудио на клиент. Можно оставить автоматическую предзагрузку, и тогда уже само аудио будет загружаться в момент загрузки страницы. Можно предзагружать только метаданные, например, время звучания. Разные браузеры могут проигрывать разные типы файлов, поэтому хорошо использовать вложенные теги source и в src указывать пути до разного типа аудиофайлов, а в атрибуте type указывать mime type этих файлов. В разных браузерах плеер будет выглядеть по-разному. Что касается поддержки разными браузерами разных типов файлов, есть такая, ну вообще здесь важно понимать, что есть контейнер и есть кодек. Про это будет подробнее у Леши в секции про видео. Мы давайте из всего этого запомним, что надо юзать mp3. mp3 хороший, он везде поддерживается. Как с этим работает SGS? У нас есть домнода, плеер, у которого есть методы, которые позволяют запустить, остановить. Можно проверить, может ли браузер проигрывать этот mime type с помощью метода canplay type. И браузер должен сказать, что может он или нет. Вот он вернет одну из трех строк. Пробуй, бли, мейбе и пустая строка. Довольно интересная градация ответов. Опять-таки, почему так? Леш подробнее расскажет про контейнеры и кодеки. Можно изменить источник звучания, поменяв атрибуты с RC. Но автоматически не будет звучать новый файл, надо дернуть это обновление с помощью метода load. Мы можем читать свойства такие, как было ли аудио закончено, остановлено оно. Мы можем узнать, типа в каком мы сейчас моменте проигрывания аудиофайла. Также есть свойства, доступные на запись. Например, мы можем поменять громкость или можем поменять скорость. С помощью event listener можно навешать события также на старт, на остановку. Есть такие события, как canplay, canplay true. Они в целом оба про то, можно ли начинать воспроизводить аудио. Canplay выбрасывается, когда, собственно, хотя бы какой-то кусочек был загружен, и можно начинать. А canplay true выбрасывается, когда клиент может начать воспроизводить аудио, и аудио будет воспроизведено без остановок на дозагрузку. Но при этом здесь как бы надо, чтобы было постоянное интернет-соединение, потому что есть некий prediction от браузера. на ошибку, на окончание, ну и также на изменение таких свойств, как скорость или громкость. В iOS есть определенные лимиты на HTML5 аудио. Например, нельзя врубить автоплей, то есть предзагрузку нельзя сделать. Автоплей можно, предзагрузку нельзя сделать, если пользователь, ну не было какого-то честного жеста прямо. То есть должен быть клик. Почему я это сделал? Ну, как бы фича. Не надо забивать канал пользователя тем, что ему может быть не нужно. Тут единственное, что если у вас много каких-то файлов для звучания, то некоторые умельцы делают аудио спрайты наподобие картинок, склеивают много фрагментов в один, на первый клик его грузят, а потом везде, где надо, его воспроизводят. И пропадает этот дилей на дозагрузку. В один момент времени может звучать только одно аудио, в том же андроиде, в каком-нибудь Firefox, такого ограничения нет. Дальше как это можно решить с помощью WebAudio API у нас будет. Ну и не все события выплевываются в неактивной вкладке или если погас экран. Например, если плеер рассчитывает на то, что оканчивается композицией и начинается следующее, то при погасшем экране следующее не начнется. Окей, давай теперь поговорим про более такой мощный инструмент, это WebAudio API. Собственно, где вы можете эту штуку применить? Если вам нужен объемный звук, например, в игре, если вы хотите визуализировать звук, если вы хотите его синтезировать, если вы как-то хотите его обрабатывать, работает везде, кроме E. Очень важно понимать, что WebAudio API и HTML5Audio это такие ортогонально разные вещи и соприкасаются они только в том месте, что HTML5Audio может быть источником звука для этого API. Как это вообще работает на странице? У нас есть источники звука, к ним цепляются модули. Модули могут с этим звуком что-то делать. И дальше звук отправляется в приемник. Все это крутится в аудиоконтексте, и этот контекст на странице может быть только один. В свойстве глобального объекта Windows аудиоконтекст, собственно, этот контекст и лежит. Давайте рассмотрим подробнее эти разные типы узлов в графе, и, собственно, начнем мы с источников. Источников может быть три типа. Это, собственно, аудиобуфер. Там дальше будет ссылочка на реализацию JS-функции, которую сделает аудиобуфер из аудиофайла. Это может быть любой HTML5 медиаэлемент, любой из двух. Это либо видео, либо аудио. Либо это может быть внешний поток, если вы гитару воткнули, микрофон или что-то еще. Дальше давайте рассмотрим несколько модулей, которые есть, и что они позволяют делать. Первый модуль — это усилитель. Все модули создаются с помощью методов контекста createModule. Дальше этот модуль как-то настраивается, и с помощью такого удобного механизма connect мы создаем, собственно, вот этот вот граф. Мы к источнику connectим модуль, а к модулю connectим destination. И дальше мы можем усиливать или ослаблять этот звук. Можем сделать такой кроссфейт-эффект, если у нас есть два источника звучания, и мы можем варьировать, какой делать громче, какой делать тише. Собственно, если у нас все напополам, то вот оно решение проблемы звучания двух аудиофайлов в iOS. Дальше, следующий модуль — это задержка. Очень простой модуль, он принимает звук, ждет какое-то время и отправляет его дальше. Итак, мы знаем два модуля — задержка и усилитель. Если мы построим вот такой граф, то есть у нас есть некоторый источник звучания, он приходит в усилитель, который может либо ослаблять, либо усилять. Дальше отправляется этот звук в приемник. Через дилей мы немножко ждем, опять усиляем, ослабляем в приемник и так далее. Что с помощью такого графа мы можем получить? Есть предположения? Кто-то сказал эхо в зуме, наверное? А, точно. Извини. Мы получим эффект эхо. В данном случае мы как раз создаем аудиобуфер из аудиофайла, который лежит по этому пути. У нас стандартный destination, в данном случае это колонки. Мы создаем наши модули, мы их настраиваем, и мы с помощью коннекта создаем наш граф. Стандартное звучание. И дальше, если мы наш граф запустим с некоторыми настройками. Получим такое эхо для бедных. Есть сайт в App Audio Playground, где можно поэкспериментировать, посоздавать эти графы, друг к другу подцеплять и, собственно, смотреть, что у нас получается. Сильно не будем играться. Окей. Следующий модуль — это свертка. Собственно, свертка позволяет как-то изменить входной сигнал с помощью импульсной характеристики. Сложно все, на самом деле, довольно просто. Как в математике 1 плюс 2 равно 3, тут тоже самое. Есть входной сигнал, есть эта импульсная характеристика, при наложении получается некий третий сигнал. Эти импульсные характеристики можно скачать в интернете. С помощью них можно получить разные прикольные эффекты, там, голос Дарта Вейдера и так далее. Окей. Следующий модуль — это фильтр. Собственно, понятно, что он позволяет фильтровать по частотам. Из коробки есть где-то десяток фильтров. Собственно, мы выбираем полосу, частот, ширину. И чем мы ее делаем. Ослабляем или усиляем. Вот тут разные фильтры представлены. Где эта штука может использоваться? Ну, вы, возможно, видели в Яндекс.Музыке. Там есть возможность настроить вот этот эквалайзер и, собственно, выбрать один из имеющихся фильтров, которые дадут вам эффект ванной комнаты, пустой концерт и так далее. Либо можете настроить сами. Окей. Дальше. Модуль Панер. Собственно, он нужен будет, если вы хотите 3D-звук. Можно представить, что есть некоторые летающие колонки, и в игре очень много разных звуков. То есть где-то кто-то стреляет, где-то лает собака, а вы еще бежите куда-то от всего этого. Как это настраивать? Создается вот эта летающая колонка. Говорится, где она сейчас находится, куда она передвигается и с какой скоростью. Дальше вы говорите, где стоит слушатель, куда он передвигается и с какой скоростью. Дальше WebAudio API раскладывает это все по каналам, и вы получаете 3D-звук. Окей. Еще один модуль — это аналайзер. Собственно, простой пример, что можно с помощью него сделать. Это какой-то визуализатор. Третий тип нот — это приемники. Приемников еще меньше, чем источников. Их всего два типа. Есть стандартный аудиовыход, есть колонки, это наушники, есть аудиопоток, который можно куда-то отправить. Окей. Есть несколько демо. Посмотрите на досуге. Ну, наверное, из интересного. Если вы учитесь играть на гитаре, вы можете разрешить слушать как раз поток с микрофона, сидеть наигрывать и проверять, правильно ли вы берете аккорды. Там есть демки еще интереснее. Окей. Два последних API, которые под эгидой общего, веб-спич API. Первая про синтез речи. Собственно, где это применяется? Ну, например, для чтения CAPTC, как бы динамического чтения CAPTC, не то, что записали заранее. Если у вас есть вдруг сервис книг, и вы хотите начитывать книги прямо в браузере. Работает достаточно много где. Не работает в E, и еще и в Android браузере. Собственно, так можно проверить, что работает у вашего пользователя. Как с этим взаимодействовать? У нас есть конструктор. Мы создаем некоторую фразу, прокидываем ее как аргумент. Дальше мы можем произнести эту фразу с помощью speech-синтезис speak, прокинув, собственно, вот эту фразу. Мы можем эту фразу подтюнить. Мы можем выбрать язык, точнее, голос, который мы хотим произнести. Их там веб-ките 64. Их можно получить с помощью speech-синтезис get-voices. Вот в данном случае мы какой-то там 11 взяли. Дальше мы можем указать скорость звучания, можем указать высоту. Если голос умеет проговаривать несколько языков, нам надо уточнить, какую язык у нашей фразы. Можно и саму фразу изменить. Если посмотреть на то, как выглядит объект языка, то мы увидим примерно такое. Тут важно три свойства. Это, собственно, на каком языке может этот голос проговаривать, дефолтный он в браузере и локальный он или нет. То есть не надо ли ходить на удаленные сервера, чтобы с помощью него что-то воспроизвести. Окей, есть определенные события, которые выплевываются в начале чтения. По окончанию можно разметить текст с помощью ssml-разметки и можно там что-то делать на достижение каких-то границ слов, например. Окей, давайте демо посмотрим. Почему важно выбрать правильный язык? Потому что если выбрать язык, который не умеет… выбрать голос, который не умеет тот язык, который нам нужен, то мы получим примерно такое. Но если выбрать правильный язык, то мы получим такое. Окей, второе API. Это speech recognition API. Собственно, для того, чтобы речь распознать в текст. Нигде не работает практически. Но где это можно применить? Собственно, в поиске голосовом, навигации, вообще любое действие возьмите, добавьте голосовой, и вот там можно эту штуку применить. Окей, так можно проверить, что не работает в вашем браузере. Как использовать? У нас также есть конструктор. Дальше мы у этого объекта начинаем тюнить, то есть на каком языке мы будем говорить, надо ли останавливаться при воспроизведении. И мы невнятно говорим, может быть, несколько вариантов того, что мы сказали. Поэтому тут сколько альтернативных версий того, что мы сказали, нам надо отдать. И дальше мы запускаем старт или истоп. Есть события, которые выплевываются на старт, на окончание. Ну, наверное, важно. Тут это onResult, где, собственно, в ивенте, вот по такому пути в структуре мы можем получить, собственно, искомый текст, который получилось распознать. Так, здесь, собственно, я пытаюсь распознать и что-то вывести. Давайте попробуем. Будет работать нет из-за петлички. Но посмотрим. При клике начинается распознавание. Кто не оптимизирует логотипы? Кто оптимизирует? Кто умеет считать до бесконечности? Все, работает. Вот такие штуки вы можете использовать. И это, наверное, как некий такой вау-эффект. Если, например, на странице вы спросите у пользователя, скажите, каким цветом нужен фон, он скажет «Аква». И это заработает. Окей. Что делать-то, если хочется использовать, а нигде не работает? Собственно, есть технология спичкит у Яндекса. Можно ее попробовать. Ну, тут надо понять, что это отдельные мощности Яндекса. Надо ходить на сервера. И это как часть Яндекс.Клауда, некоторого набора инструментов инфраструктурных для пользователей. Окей. Где это используется в Яндексе? В голосовом поиске вы могли это встречать. Найди мне, пожалуйста, что-нибудь, что сделает хорошо. И так далее. Блин, надо поаккуратнее с этим. Есть сервис «Автопоэт», где можно послушать стишки. Так что, если хочется поиграться, можно, пожалуйста, использовать Яндекс.Пичкит. Ну что, спасибо за внимание. Давайте начнем. Меня зовут Леша. И я расскажу вам сегодня про то, как видео работает в браузере. Я в Яндексе работаю в команде, которая делает видеоплеер. Наш видеоплеер используется на нескольких сервисах Яндекса. На Яндекс.Дзене, на Яндекс.Эфире, на новостях, на кинопоиске. Тоже наш плеер. Если вы там фильмы смотрите, вы с ним там встречались. Вот. О чем вам хочется сегодня рассказать. Сейчас, как вы знаете, видео в вебе очень сильно растет. Любые все крупные компании делают либо свой онлайн-кинотеатр, либо свой ТикТок. И я хочу вам сегодня рассказать о том, как развивалось в видео в вебе, как оно сейчас работает, какие API-технологии современные видеохостинги используют, как вы можете видео показывать у себя в своем проекте, если вам это потребуется, и как вы можете написать свой собственный видеоплеер. Так, с чего все начиналось? В 97-м году появился Macromedia Flash Player. Его в 2006-м купили Adobe, и вы его сейчас знаете, как Adobe Flash Player. Параллельно Microsoft в 2007-м году делала конкурирующий продукт на основе .NET, назывался Microsoft Server Lite. И еще параллельно, для того, чтобы видео в браузерах показывать, появлялись плагины нативные различных плееров, типа у Windows Media Player был свой плагин, у VLC был свой плагин, можно было через их UI в браузере прямо показывать видосики. Вот, ну, пришел 2010-й год, появился стандарт HTML5, и удивительно, что он стал тем самым уникальным стандартом из комикса, который заменил собой все остальные. Сейчас HTML5-видео поддерживается практически везде, вот можно посмотреть на поддержку на Канаюзе, там не работает в старых E, в Opera Mini, ну и в каких-то совсем странных поверхностях, которые вы вряд ли сейчас где-то в вебе встретите. Flash при этом умер. Chrome долгое время показывал вот такую плашечку про то, что они в декабре 2020 года Flash закопают, и с 82-го, с 88-го релиза Flash выключен совсем, и чтобы его использовать, там какие-то дикие ухищрения нужны, типа open-source эмуляторов Flash'а и прочих вещей. Вот, соответственно, видео, видео тег — это сейчас единственный способ показать в браузере видеоролик. Ну, помимо того, что у нас есть видео тег, мы знаем, с помощью чего показывать, нужно понять, что в этом видео теге показывать. Давайте поговорим про форматы. Саша у себя в лекции уже немножко удочку в это дело закинул. Вот есть такие слова, форматы, кодеки, контейнеры, и, наверное, все не очень понимают, что это такое. Начнем с контейнера. Что такое контейнер? Контейнер — это, по сути, просто видеофайл. Тип контейнера определяет то, как в этом файле упакован видеопоток, аудиодорожки — их может быть несколько, и субтитры. Их тоже может быть несколько в одном файле. Теперь видео или аудиокодек — это, по сути, алгоритм, который занимается тем, что преобразует аудио-видеоданные в бинарный формат, который позволяет потом внутрь контейнера его упаковать. Соответственно, форматом видео называется совокупность кодека и контейнера. И вот, к сожалению, с видеоформатами такой же истории, как с API HTML5 Video в вебе не произошло. Есть несколько конкурирующих между собой форматов. Почему так произошло? Ну, во-первых, форматы есть опенсорсные и пропоритарные. Соответственно, опенсорсные форматы можно использовать бесплатно. Пропоритарные форматы требуют интенсионных отчислений держателям прав, которые владеют, собственно, кодеком. Поэтому не везде они есть. Ну и второй момент. Почти все крупные вендоры развивают какой-то свой видеоформат. И вот как лебедь, рак и щука в басне тянут в разные стороны, поэтому универсального решения сейчас не существует. Ну, если вы посмотрите CanAuse и найдете там, соответственно, контейнер, комбинацию, формат, который состоит из контейнера MP4 и кодека HD64, то посмотрев на поддержку, вы можете подумать, что это универсальный формат, который та самая серебряная пуля. Ну, это почти так. Почему почти? Во-первых, несмотря на то, что на CanAuse все зеленое, поддержка на самом деле не совсем полная. Помимо нормальных браузеров, обычных пользователей, которые к вам на сайт и заходят, есть довольно много юзеров, например, которые используют Windows XP. Там какие-нибудь офисные пользователи с давно не обновляющимся железом, у которых там какой-нибудь 52-й Firefox старый. Или, например, это линуксоиды, где не в карты дистрибутив линукса кодеки входят по умолчанию в поставку операционной системы. Второй момент. Есть решение лучшее. чем MP4 и HD64. Вот здесь на этом слайде находится график по оси Y. Так называемая метрика VMAF это численная метрика, которая показывает качество видеоролика, закодированного каким-то кодеком в сравнении с оригиналом. И по оси X здесь битрейт видеоролика. Ну, соответственно, битрейт это количество байт, которым закодировано секунда, количество бит, которым закодирована секунда видео. Вот. И здесь на графике несколько линий. Как вы можете видеть, кодек X264, про который мы сейчас говорили, это нижняя линия. Это означает, что при равном битрейте, при равном размере файла он обеспечивает наихудшее качество. Верхняя линия это на текущий момент самый классный, модный кодек AV1 и поддержка у него уже вот такая. Причем там все усложняется тем, что этот кодек достаточно прожолевый и он требует аппаратной поддержки. Соответственно, большинство девайсов мобильных, я имею в виду, которые сейчас есть на рынке, аппаратной поддержки этого кодека не имеют вообще. И, соответственно, показывать видео в AV1 полетелям вы не сможете. Пока не появятся новые девайсы, которые его поддерживают, пока они не займут большую долю на рынке. Соответственно, нам нужны фоллбеки. Как выбрать видеофайл, который можно показать пользователю? Ну, можно воспользоваться в видеотеге под тегом source, куда запихать несколько медиафайлов с указанием ссылки, с указанием мемтайпа и браузер каким-то магическим образом выберет конкретный видеоролик, который он будет играть. Каким именно магическим образом? Для этого нам придется посмотреть на прекрасный метод canplaytype. Метод canplaytype, который под капотом браузер на самом деле использует, когда выбирает source, может вам вернуть пустую строку, может вам вернуть maybe и может вам вернуть пробовали. Типа, что за дичь? Тут на самом деле все просто. Если немножко вспомнить то, что я рассказывал до этого про контейнеры и кодеки. Когда браузер вам в canplaytype возвращает пустую строку, это значит, что он по переданному мемтайпу может точно сказать, что поддержки этого файла нету. Например, вот видео вебм, оно не поддерживается на ипловых устройствах на айфонах. Соответственно, canplaytype вам вернет пустую строчку. В каком случае браузер вернет maybe? Maybe означает, что браузеру для того, чтобы понять точно, будет ли играть этот конкретный формат видео, нужно скачать кусочек файла, посмотреть, что там конкретно лежит, и только после этого он будет либо воспроизводиться, либо нет. Что конкретно лежит, это имеется в виду, какой там находится кодек. Есть ситуации, когда контейнер, например, контейнер mp4 браузер поддерживает, а при этом поддерживает не все кодеки, которые потенциально могут лежать в этом контейнере. Например, кодек s264 поддерживает почти все, следующая реализация, новая версия этого кодека s265 поддерживается уже в гораздо меньшем числе устройств, соответственно, вот для видео mp4 вы можете получить результат maybe очень легко. Ну и, соответственно, пробовали, это значит, скорее всего, да, браузер вам скажет, если он точно поддерживает данный mime type, и вот чтобы такой ответ гарантированно получить, вам нужно в mime type помимо типа контейнера указывать еще кодек string, это вот строка с описанием аудио-видео кодеков, которые в файле находятся. Тогда браузер может вам точнее ответить, что он поддерживает. Что это API не говорит нам, оно не говорит нам о том, будет ли ваш видеофайл таким образом выбранный, играть без задержек, без лагов, и будет ли он энергоэффективно воспроизводиться. Мы у себя сталкивались, еще раньше, когда я работал в рекламных технологиях, сталкивались вот с такой прекрасной штукой, мы кодировали видео в open-source формат OGV и в MP4. И получалось так, что OGV, хотя весил меньше, на части девайсов воспроизводился с заметными лагами, и там предпочтительнее было выбирать MP4, а мы некоторое время ориентировались только на размер файла, выбирали тот, который меньше, ну, казалось бы, это логично, но в итоге получали проблемы с воспроизведением. Чтобы такого избежать, в хроме некоторое время назад появилась опишка под названием Media Capabilities API, она выглядит вот так вот, метод этот вам вернет promise, в котором будет лежать информация о трех вещах. Первое, точное значение поддержки, true-false, без вот этого пустой строки, проба, бли, мэйби, вот этой всей дичи. флаг про то, будет ли файл энергоэффективно воспроизводиться, и флаг про будет ли он воспроизводиться плавно, без лагов. Но при этом, чтобы это API использовать, вам вот в объект decoding.info, вот этот вот, который, media.config, вам в него нужно передать три параметра. Кодеки, которые есть в файле, да, как мы уже выяснили браузеру, чтобы точно определить, будет ли поддерживаться воспроизведение, нужен кодекс string. Нужно передать размеры видеоролика, потому что файл в 4К и файл там в 240p одним и тем же кодеком закодированный на одном девайсе может тормозить, а на другом воспроизводится эффективно. и битрейт файла и vps-видео, которое в нем есть. Вот, соответственно, API-шка эта достаточно классная. YouTube, в частности, писали, что после того, как они ее стали использовать, они уменьшили среднее время между буферизациями на 7%. Буферизация — это когда вы смотрите видео, у вас появляется спиннер. Вот, поэтому ее стоит использовать. Так, как еще можно использовать видео на страницах вебе, помимо того, чтобы просто показать пользователю видеоролик? Ну, во-первых, видео, как уже говорили мы, это хорошая замена гифкам. Вот, пример. Слева находится гиф-файл, весит 6 мегабайт. Справа такое, слева находится гифка, конечно. Справа находится видеофайл, который весит 500 килобайт и веоспроизводится гораздо лучше, чем гифка. Если правильно подобрать формат, то будет работать везде. Вот, видео еще можно использовать как-то для дизайна. Например, вы видеоролик можете поставить, например, на фон страницы, заблюрить CSS-фильтрами, использовать какие-то CSS-анимации с ним. Здесь все в целом работает так же, как и с картинками. Вот, и видеоролик можно также использовать для того, чтобы потоково отрисовывать картинку из видоса на канвасе. Соответственно, после того, как вы ее отрисовали на канвас, можно делать какие-то покадровые преобразования или какие-то еще более крутые штуки. Сейчас я попробую показать демку, если у меня получится. Одного из примеров, что можно делать. Здесь вот в демке реализован с помощью HTML5-видео. Какая камера? Нет, не эта камера. очень сложная. Очень сложная. О. Так. Ну, как всегда, она плохо работает с очкариками. Видно? Ничего-нибудь нет? Короче, это должен быть детектор лица, который по потоку с видеокамеры отрисованному через канвас, но он там иногда проскакивает, свет, видимо, не очень падает. Вот один из примеров, что можно делать с манипуляцией пикселей видеоролика через канвас. Так. Окей. Мы поговорили про API HTML5-видео, поговорили про форматы, которые там надо использовать. Давайте немножко поговорим о том, как видеоконтент пользователю доставлять. Видеофайлы, вообще говоря, большие. Если бы нам нужно было целиком скачать файл пользователю в браузер, чтобы начать его воспроизводить, это выглядело бы вот так вот как-то. Ну, там, 10 секунд загрузки 20-мегабайтного видеоролика вы бы такое видеть, наверное, не хотели. Хотели бы видеть что-нибудь такое. Для того, чтобы можно было потоково начинать воспроизводить видео целиком, не скачивая его, браузеры используют заголовок range. Range — это специальный заголовок в HTTP, который позволяет клиенту указать, что он хочет получить не целиком файл, а только его какой-то конкретный кусочек, диапазон в байтах начиная с нуля. Соответственно, если клиент делает запрос с рейнджом и сервер умеет рейндж обрабатывать, он отвечает этим конкретным кусочком файла, который клиент запросил с кодом не 200, а 206. Вот здесь как раз примерно на слайде это и произошло. У нас браузер запросил кусочек видео и раздекодил его и сразу начал производить. Внимательный зритель тут заметит небольшую странность в логе нетворка. Да, действительно, там есть вот этот маленький кусочек в 42 килобайта. Вот давайте выясним, откуда он берется. Для того, чтобы понять, откуда он берется, нам надо разобраться немного в том, как устроен контейнер MP4. Контейнер MP4 глобально состоит из двух частей. Они называются в терминах MP4 атомами. Значит, первый кусочек mdat atom содержит в себе бинарные видео и аудио данные, а второй кусочек move atom содержит в себе метаинформацию о файле, метаинформацию настройки декодера, которые нужны, чтобы начать обсlas hizo видео, длину видео и прочее. Короче, все, что необходимо декодеру, чтобы играть ролик. И вот, собственно, что мы здесь видим. браузер у нас скачал начало файла, увидел, что там лежит MDAT, и сделал запрос в конец файла, чтобы получить кусочек с мета-информацией. Это вот как раз второй запрос на 42 килобайта который. И дальше, после того, как получил информацию, опять пошел сначала качать, уже воспроизводить видеофайл. Чтобы от такого поведения избавиться, потому что проблема в том, что этот дополнительный запрос замедляет старт видео у ваших клиентов. Контейнер IP4 позволяет вот этот атом с мета-информацией перенести в начало. Если мы так сделаем, то есть специально подготовим наши видеоролики для трансляции в интернете, мы получим примерно такую картинку. У нас видео начнет создаваться сразу без вот этого дополнительного запроса в конец. Вот такую конструкцию умеют делать практически все GUI-шные тузы для перекодировки видео. Там обычно есть галочка, которая называется как-нибудь типа Optimize for Web или что-нибудь такое. Ну или вот в FFMPEG можно такое сделать. Move Flux Fast Start — это вот как раз та опция, которая такой тип кодирования делает. Ну, еще вы можете использовать контейнер WebM, который сразу предназначен для использования в вебе. и там такой проблемы нет, то там эта информация находится сразу в начале. Так, поговорили про доставку. Давайте еще обсудим, что мы в целом хотим от видео в вебе, когда мы его смотрим. Первое, что мы хотим, — это возможность переключать качество. Зачем это надо? Ну, для того, чтобы пользователь мог смотреть в том качестве, которое позволяет его устройство или которое позволяет его интернет-канал. В принципе, с видеороликами такое можно реализовать. Вы можете отконвертировать ваш видос в несколько качеств, сверстать менюшку и по клику в менюшку менять SRC у видеотега, переключаться на другой видеоролик, который сразу будет пользователь смотреть. Но проблема здесь в том, что нельзя сделать адаптивность. То есть при таком подходе очень тяжело трекать, что у пользователя просела скорость сети и переключать ему на более низкое качество автоматически. Да, собственно, если мы смотрели на 4G-канале, потом, не знаю, заехали в тунель метро, у нас сеть стала 3G, скорость у нас просела, и видео начало буферизоваться. Проблему эту решает технология, которая называется HTTP-стримминг, и которую сейчас используют, ну, наверное, все крупные вендоры, которые как-то показывают видео в вебе или в приложениях, ну, и вообще в целом любые онлайн-кинотеатры и прочие ребята. Что она из себя представляет? Берем наш исходный видеоролик, конвертируем его в несколько видеодорожек с несколькими разными качествами, там, в 1080p, 720p, 480p, ну и так далее. И дальше каждую видеодорожку отдельно мы нарезаем на небольшие независимые кусочки видео, они называются фрагменты или сегменты, одинаковое количество, там, допустим, по 5 секунд в каждой видеодорожке. И делаем некоторый текстовый файл, который называется плейлистом или манифестом, который описывает всю вот эту конструкцию, чтобы, прочитав, распарсив этот манифест, можно было понять, откуда, по какой ссылке и какой конкретно видеофайл фрагмент нужно грузить во время просмотра. Вот, что эта штука нам позволит делать? Она нам позволит реализовать ту самую адаптивность. Давайте представим, что мы смотрели видео в 1080p, потом мы… у нас ухудшилась сеть, да, из 4G в 3G. Мы, так как мы сами загружаем эти фрагменты, кусочки видео, мы увидели, что скорость сети замедлилась, потому что следующий файл стал качаться медленнее. Мы переключились и скачали дорожку в 480p. Вместо того, чтобы ждать, пока 1008p загрузится, пользователь счастлив, у него воспроизведение без прерываний продолжается. Дальше, когда мы опять задетектили, что скорость сети вернулась обратно, потому что наш новый фрагмент скачался быстрее, чем до этого, мы можем переключиться обратно на 1080p. Вот таким образом можно реализовать адаптивную трансляцию. И еще эта штука позволяет легко реализовать лайв-трансляции. Вы можете ваш прямой эфир какой-то в реальном времени на бэкэндах кодировать нарезательные фрагменты, каким-то образом клиенту сообщать, что стал доступен новый фрагмент. Клиент его скачает, декодирует и продолжит играть. У вас будет прямая трансляция, которая в реальном времени продолжается. Так, какие есть форматы для того, чтобы реализовывать HTTP-стриминг? Их много. Здесь, как и с форматами обычных видео, каждый вендор придумал свою собственную технологию и ее пытается активно пушить. У Adobe с флэшом когда-то был формат HDS, который вместе с флэшом, собственно, и сдох. У Microsoft с ReveLite, помните, я говорил, что они для .NET делали такую браузерную штуку, был формат Microsoft Smooth Streaming, который тоже практически сдох. Его там какие-то всякие Smart TV продолжают еще использовать по старинке, которые пользователи купили пять лет назад и до сих пор на них смотрят видео. Вот, два основных формата, которые сейчас развиваются и используются. Это Apple-овый формат HLS и формат MPEG-Dash, который open-source и делается консорциумом компаний, там, из Google, Intel, еще какие-то ребята туда контрибуют в этот стандарт. В общем, два стандарта сейчас есть. Давайте поговорим про то, как они у нас поддерживаются. Ну, первый формат Apple HLS. Ну, как вы видите, здесь все красное, кроме, собственно, Apple-ового браузера Safari. Еще HLS умеет играть андроиды. Ну, видимо, из соображений и совместимости с айфонами. И почему-то внезапно HLS умеет играть старый Edge, который на 3Dent, не до Chromium, который еще был. Зачем мы его там сделали, вообще непонятно, но сделали. Вот, ну, в общем, с Apple-овым форматом поддержка не очень хорошая. Собственно, он пригоден как будто бы только для того, чтобы использовать его на Apple-овых девайсах. Может быть, с open-source стандартом Backdash все сильно лучше? Да. Поддерживает его нативно. Ну, на самом деле, тут в Канаюзе этого не видно, но умеют играть, опять же, смарт-овы некоторые. И почему-то внезапно опять старый Edge. Какой был классный браузер. Очень жаль. Вот. Вы спросите, зачем я вам это все рассказываю, если это нигде не работает. Типа, HLS только на Apple, а Dash вообще нигде нету. На самом деле все не так плохо. Есть API, который называется Media Source Extensions. Что он вам позволяет делать? Он, собственно, позволяет реализовать поддержку всех вот этих стриминговых протоколов. Как он работает? К видеотегу, вместо того, чтобы скармливать ему какой-то видеофайл в SRC, привязывается программный объект Source Buffer. И в этот Source Buffer можно, опять-таки, программно через JS скармливать последовательно сегменты видео, которые мы при подготовке заранее нарезали, скачивать, скармливать в Source Buffer. Вот. И таким образом, собственно, можно реализовать в браузерах, где работает MSE, есть поддержка необходимых кодеков. Можно реализовать поддержку любого HTTPS-тренингового формата. MSE, как вы видите, поддерживается почти везде. Единственное исключение из актуальных браузеров – это Safari на iOS, но Safari на iOS можно фоллбетчить на нативные веб-произведения HLS. Собственно, хорошая новость здесь в том, что самим вам все это реализовывать не нужно. Есть open-source библиотеки, которые реализуют поддержку какого-либо из стриминговых форматов. Это, например, HLS.js, который позволяет вам играть HLS не только на Apple-овых устройствах. Это Dash.js, эта библиотека является референцией имплементации стандартов, MPEG-Dash, соответственно, вот те люди, которые разрабатывают стандарт, которые бьютят в Dash.js поддержку фичей стандарта. Соответственно, она суперполная, поддерживает весь стандарт, но при этом гигантская, там весит что-то типа под 500 килобайт, по-моему. Есть Shaka Player – это разработка Google, open-source, которая поддерживает MPEG-Dash и HLS. И есть еще RxPlayer, который тоже умеет MPEG-Dash и MSS. Окей, мы разобрались, как нам классно показывать видео пользователям с адаптивностью, с возможностью переключения дорожек, как можно показывать лайвы. Давайте теперь поговорим о том, как нам понять, что мы делаем все правильно и делаем все хорошо. Во-первых, с чем вам придется столкнуться, если вы будете как-то делать что-то, связанное с видео в вебе, нужно будет много заниматься ручным тестированием. Причем эмуляторы вам здесь подойдут плохо, потому что реализация воспроизведения видео очень сильно завязана на аппаратное обеспечение устройства. Соответственно, ну вот простой пример. Например, если вы возьмете настоящий iPhone и наш любимый CanPlay Type скормите MIME Type HLS видеоролика, браузер вам ответит maybe. А если вы то же самое сделаете в эмуляции iPhone в Chrome в DevTools, вы получите пустую строку, потому что эмулятор iPhone в Chrome это просто штука, которая подменяет размеры экрана и подменяет юзер-агент. А аппаратное обеспечение, которое айфону позволяет играть HLS, она никак не подменяется, соответственно, HLS у вас играть в DevTools'ах не будет, с эмуляцией айфона. Нужно тестирование на реальном устройстве. И вторая вещь, которая позволит вам понять, что у вас все хорошо, это политические метрики. И здесь, в принципе, про видео, про видеоплеер можно сказать, что это обычное веб-приложение, и вам поможет все, что вам рассказывали на лекциях про перформанс. Но также для видео есть свои специфичные метрики, которые мы в Яндексе тоже, например, собираем и анализируем. Первая самая основная метрика — это суммарное общее время смотрения, Total View Time, у нас его принято сокращать, ТВТ. Это просто число, сколько в секундах пользователь провел за просмотром видеоролика. Ну и там метрику можно дальше уже по-разному интерпретировать, типа время просмотра на пользователя, время разбивки на долгие или короткие сессии просмотра. Ну, эта метрика, она в первую очередь продуктовая, она показывает, насколько интересен пользователям контент, но и также ее можно рассматривать как техническую, потому что если вы что-то очень сильно сломали, то пользователю как бы ему не было интересно, если все сломано, смотреть он не сможет, соответственно, ТВТ у вас будет от этого падать, и с помощью этой метрики можно смотреть, насколько хорошо вы видео воспроизводите. Вот, можно собирать ошибки. API у HTML5 видео здесь не очень развесистая, он может вам сказать четыре вида ошибки, которые интерпретируются примерно как что-то сломалось. вот, там что-то сломалось, типа, в районе интворка, что-то сломалось в районе декодирования, примерно такого вида будут ошибки. Не очень это все пригодно для того, чтобы собирать с пользователей и как-то анализировать, и дебажить, но это все, что у нас есть, если мы просто HTML5 видео используем. В МСЕ, в Media Source Extensions ошибок чуть побольше, но они тоже не сильно полезнее в этом месте. Вот, и еще одна метрика — это буферизации. Я про них уже говорил, когда показывал пример с YouTube, как они заиспользовали Media Capability с API. Можете встретить название Rebuffering или Stold. Вот, это ситуация, когда у вас закончился, в видеотеге закончился скачанный буфер видео, и он начал показывать крутилку, дальше нечего играть, нужно скачать дальше кусок видео, чтобы воспроизводить. Вот, соответственно, можно трекать у пользователей длительность буферизации, частотность буферизации, количество буферизации, из этого строить какую-то аналитику. И метрика, которая близка очень, допустим, к First Contentful Paint обычному — это метрика запуска, то есть время от интента пользователя, как он захотел посмотреть видеоролик, до того, как ему показался первый кадр воспроизведения. Вот, это тоже очень важно и сильно влияет на пользовательский опыт. Также еще можно, если вы делаете адаптивный стриминг с переключением автоматическим на несколько разных видеодорожек, важно еще следить за тем, какое качество вы своим пользователям показываете. Ну, потому что вы можете, например, случайно раскатить какое-нибудь изменение, которое всем пользователям включит 240p всегда в авторежиме. У вас все метрики будут классные, у вас не будет буферизации, их будет настолько мало, насколько возможно. Но при этом, если вы за этим отдельно следить не будете, вы такую штуку можете легко пропустить в прот. Где это все может пригодиться? В АБ-экспериментах. Вы собираете какую-то версию или настраиваете какой-то конфиг, который работает одним образом, собираете какой-то другой вариант, который работает другим образом, выкатываете на часть пользователей и смотрите, как у вас метрики ведут себя в сравнении в контрольной экспериментальной группе. Здесь в целом все как со всеми другими метриками, которые вы можете с веба собирать. Так, окей, о чем мы поговорили. Про HTML5-видео, про форматы, которые там можно использовать, про HTTP-стриминг и Media Source Extensions, которые позволяют его реализовывать, и про анализ качества работы видео. Давайте перейдем к вопросам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ